Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, если что, вот сюда надо смотреть. Хорошо, да. Так, там запись идёт уже, да? Так, я даже не помню какой это номер у нас. А, успеяться? Можно подвинуться или куда-то. Можно кипяточек подобреть, если она остынет. Да, всё отлично. Ну всё, начинаем. Субтитры делал DimaTorzok И сегодня я нахожусь в таком красивом городе Южной Украины. Называется Одесса. И я сейчас нахожусь в гостях у современного иконописца Сергея Бабиенко. Он не только иконописец, но ещё и реставратор. Приветствую вас, Сергей. Добрый день, да. Сергей, самый такой первый вопрос будоражащий, я думаю, ну, вообще всех интересующихся иконой иконописью. Вот как вообще люди приходят к тому, чтобы заниматься иконописью? Что вас к этому подвигло? Как вы к этому пришли? Вот расскажите, пожалуйста, поделитесь своим жизненным опытом. Ну, я думаю, для верующего человека это не его какое-то решение. Видимо, это какой-то такой промысел Божий. Но этому промыслу, значит, способствовал мой добрый друг, наставник в своё время, с которым я познакомился. Иконописец – это тоже одесский известный достаточно иконописец Игорь Стоянов. Вот мы с ним совершенно как бы случайно познакомились. Ну, в общем-то, мы относительно недалеко друг от друга здесь, в Одессе, проживали. Ну, в общем, познакомились. И он, собственно, так вот слёт, говорит, а я рисую иконы. Я даже не знаю, почему так вот. Я говорю, а я просто рисую. Ну, ты приходи ко мне, я тебе там покажу, там, то-то, то-то, то-то. На тот период я уже ходил в храм, значит, такое, после детства, какого-то бабушкиных таких походов. Это уже было более-менее осознанное какое-то такое хождение в храм. И я с удовольствием пришёл к нему посмотреть, что он делает. Потому что на тот период я работал художником-оформителем, как-то так вроде как бы сходные темы. Я пришёл и заинтересовался. То есть, получается, вы, ну, такого образования не получали? Ну, так намеренно к этому не шли вопросы? Нет, не шёл намеренно, но вот по судьбе как-то так я сталкался с тем, что художественные какие-то моменты всё время от меня то на какой-то работе требовались, то я просто устраивался художником-оформителем. Ну, я в своё время учился, конкретное образование не получал, ну, то в художественной школе, то просто рисовал. Какая-то тяга была, знаете, с детства. И поэтому потом я видел себя, ну, вот художник-оформитель, там, как-то в каких-то вот таких конторах, там, работал по оформлению, там, курортов, прочие там, предприятий, значит, заводов и так далее. Угу. На тот период это было актуально. А когда началась там перестройка и прочее вот это всё, народ потянулся в церкви, в храмы, и тут как-то вот, я же говорю, это такой промысел, я познакомился с этим иконописцем на тот период, он уже что-то умел, и так меня это даже где-то восхищало, какие-то это новая была совершенно и техника, и тема. Получается, это человек, который вас познакомил, и он вот в этом всё... Ну да, во-первых, он познакомил меня с иконой, во-вторых, он приблизил меня как-то так вот к церкви. Я, конечно, за это ему очень благодарен, к сожалению, его сейчас нет среди нас, но вот всегда с добротой и с теплотой я его вспоминаю. Да, это был неординарный такой совершенно человек, очень яркий, яркий. Ну, как и его живопись. Ну, живопись – это другой отдельный вопрос. Вот. И таким образом я как-то так потихоньку начал рисовать, пробовать какие-то свои силы, что-то получалось, что-то не получалось. Перебивал постепенно, периодически перебивал реставрации. Мне приносили какие-то вещи на реставрацию. Тоже приобретал какой-то опыт, потом я работал... То есть даже, получается, реставрация – это как бы такой первый этап, а уже дальше вы... Я не знаю, оно как-то шло, в общем, параллельно. Я не знал даже, что выбрать. Собственно говоря, это я не особо выбирал, потому что нужно было просто выживать на тот период. Вот. И в основном был там упор на реставрацию как-то, но эта тема тогда была востребована. Я делал и набирался опыта определенного, да, не без ошибок. Вот. И уже когда я там приобрел определенный опыт по реставрации, ну, параллельно шла икона, ну, новодельные вещи какие-то делали. Ну, они не имели реализации как таковой там в плане заработка, но я устроился еще... Она и сейчас существует, одесские там реставрационные мастерские. Это Киевский институт культуры, филиал одесский. В общем, там реставрируют все фонды художественных музеев. Вот именно я специализировался по иконе, по темпере там в основном такое. Вот. И я там тоже какой-то период работал, но работал, но уже я уже... Еще, простите, а вот если можно, вот самое-самое такое вот значимое, скажем, произведение, к которому вы лично были причастны по темперной живописи, по реставрации? По реставрации. Это очень серьезная работа. Она сейчас находится в нижнем храме, ну, если... Сейчас точно уже даже не помню, если ее не переместили, нашего одесского, но воссозданного собора. Это икона мастеров Чириковых такая, иверская икона большая. Она подокладная, она под большим таким окладом, ну, под серебро. Это первая четверть прошлого века. Ну, это 800, если не помню, какой-то, да... Ну, в общем-то, это 19-й век, в общем, конец, да. Ну, безумно интересная, технически безупречно выполненная работа, написанная действительно серьезными мастерами, но и известными так, в общем, в свое время. Вот. И просто ее начали реставрировать, ну, как бы, очень грубо. Вот. И потом, когда мне начальница предложила продолжить реставрацию, вот, я какой-то долгий период, ну, там, относительно долгий период, занимался, изучал, смотрел вообще эту технику, там, смотрел, насколько люди скрупулезно подходили к процессу иконописания, к процессу, там, по Золоте или, там, Асист, вот это Золо там написано. В общем, я, в общем, так удивился и, ну, так заумажал. То есть вы более через реставрацию прониклись? Да, это, это определенная тоже школа и подсказка, и там очень много, очень много видно, очень много что делает. В общем, лучше, чем живая икона ничего не подскажет, как нужно, любая иллюстрация не подскажет, в общем-то, как нужно писать. А самое древнее произведение? Ну, затрудняюсь сказать. Там же, наверное, в реставрационном центре, там, попадались, ну, 17 века. Ну, там не было такой глобальной реставрации, там не было такой, ну, вот, серьезной реставрации, где нужно было, действительно, знаете, так, ну, там, переживая, знаете, так вот, так вот, значит, приложить свои усилия. Вот, и как-то вот, как-то мне это там, ну, в меру моих-то на тот период способностей, возможностей мне удалось завершить. Это у меня там, в общем, работу художественный совет одобрил. В общем, она сейчас, ну, опять же, я давно ее не видел, она там находится в нижнем храме собора. Преображаться. Да, да, да. Вот, это такая, ну, не говоря, были какие-то отдельные, если что касается реставрации, там были отдельные работы, когда частные заказчики, значит, приносили, там, чуть ли не в тряпочке, ему носили готовые вещи, тоже мне было приятно смотреть реакцию, когда человек получал уже готовые вещи. Это все, это все отображалось на его лице. Это без слов. Вот. Это пустило, так откровенно говоря. Я, когда ты занимаешься иконой, ты это смотришь процесс постепенно. Вот, там, от каких-то там щепочек и разрушенных моментов, ты какой-то длительный период времени, ты это собираешь, 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 ты привыкаешь к этой иконе, ты как бы даже не замечаешь этот процесс, ну, ее оживления. А человек, который принес разруху, а забрал, а пришел и увидел что-то совершенно как бы целое, и тут его реакция такая, это очень, ну, это приятно, это такое, это оценка, значит, такая приятная, даже материальная сторона уходит на второй, третий план. Потому что, а первое, что тебе удалось, потом человек сам это воспринял, так реакция. Вот. Ну, это что касается реставрации. Вот. Потом это больше и больше я стал увлекаться. А как вот это, ну, сами люди как-то находили, заказывали икону написать? Или, может, кто-то, заказчик какой-то там храм, не знаю, иконостас вам заказали? Ну, я уже, да, первая моя серьезная такая работа, допустим, по иконостасу, это была Петроверовка, значит, один настоятель храма входа Господня в Иерусалим, здесь ленпоселка, он кто-то там, не знаю, проспонсировал, на Киевской трассе там Петроверовка, в общем, и там надо было написать иконостас. И там, это, нет, на тот период я уже писал такие отдельные иконки, там все, и это была серьезная работа, маленький иконостас там, шесть больших икон и несколько, и там, не знаю, порядка там, не знаю, уже столько же может быть праздников. Я когда, я когда-то взялся, с энтузиазмом взялся за эту работу, опять же, на тот период, обладая каким-то определенным опытом и знакомством с хорошими, значит, иконописцами одесскими, я уже что-то у них так черпал, что-то черпал из опыта реставрации. Ну и я там как-то осилил этот заказ. Вот. И это был первый такой серьезный заказ. Приехал, когда мы привезли к батюшке. Батюшка был фактически, он был заложник этого спонсора и этого, значит, протеже, который, значит, и он батюшка с нетерпением ожидал, что же ему привезут, потому что он почти не принимал никакого участия. И когда он увидел, ой, это каноническая икона, и он так обрадовался, у него на душе потепляло, он тоже расплылся улыбки, что принесли ему именно, как бы, видимо, у него как-то ожидания его оправдались. Это не какая-то там неживопись в том плане, значит, что не академка, так и так далее. Это примерно 90-е нулевые? Это 90-е, да, 90-е, да. И, ну, так уже, я уже даже не помню, но это так уже, так, конец. Но, во всяком случае, это первый мой был такой реально, ну, я знаю, такой серьезный заказ, когда, что касается уже, ну, там, церкви, там, епархии, там, как бы уже такой. И мне, конечно, стало интереснее писать иконы, чем реставрировать. Вот, что времени больше я не пишу. Очень такой момент интересный. Вот вы упомянули, что вы черпали знания, ну, опыт своих сверстников, одесских иконописцев. Вот сейчас, ну, это все делать намного проще, поскольку есть интернет, фейсбук и так далее, да. Вот в какой форме вот это вы, как это происходило? Да, мы вот достаточно часто встречались. Мы встречались, ну, тогда было, мне было интернет, но была фотография. Ну, и, как бы, просто фотографировали, там, какие-то, какие-то вещи. У меня накопились, там, какие-то такие, ну, понравившиеся фотографии. И мы встречались, мы встречались с Александром Рудым, значит, с Сергеем Кравцовым. Это такие имена, которые на тот период ведущие, может быть, и на этот период ведущие по Одессе, Володя Рудаков, значит, ну, и Игорь Стояновым, поскольку мы так практически плотно дружили. И вот просто подсматривали, что-то какие-то моменты, мы смотрели, я фотографировал там что-то, просто Игоря иконы я приносил домой, смотрел, изучал, дальше там, или там старался подражать, или как-то что-то свое там вносить. То есть для этого интернет даже и не нужен был, вот, достаточно было, мы более плотно общались, то есть сейчас этого нету, сейчас там, в лучшем случае, через какую-нибудь связь, там, Facebook, там, или что-нибудь, там, какой-то, еще WhatsApp, там, можем пообщаться. Ну, то есть интереснее было в тот период, на мой взгляд. Ну и помоложе были. Да. Интересный такой вопрос, вот, я, значит, вот, сейчас, ну, отдыхаю, у вас в Одессе, вот, и как раз по дороге на отдых имел приятную такую и удивительную возможность побывать в одном храме СНТ Сергеевка, храм в честь Сергея Преподобного Радонежского, вот, где установлен иконостас вашей руки. Так тоже, к слову сказать, удивлен тем, как оно в целом работает. Очень здорово так все и по ярусам, и по модулям, все интересно. И для меня тоже вот это удивление, вот это акрилом написано, да? Да нет, это яичная темпера. Вот я не разобрался, там вот фотографировал и… Я вам докладываю. Ага. Это настоящая яичная темпера, то, что мне ближе по душе, особенно крупные иконы, и я вот… Простите, вот я просто слышал, что вы еще акрилом пишете и… Да, с некоторого времени какие-то вещи… Ну, я для себя, в общем, так просто вот выбираю. Иногда спрашиваю заказчика, иногда не спрашиваю. Просто смотрю на заказчика, что он хочет. Конечно, вот такие вещи, ну, как бы очень серьезные, большие иконостасы или большие образы, я стараюсь делать темпера. Ну, традиционно. Потом у меня свои соображения по этому поводу. Вот, поэтому я… И темпера мне ближе как-то, вот, не знаю. И вот стараюсь темпера. Акрил освоил достаточно для меня недавняя техника, или, там, недавно я пробую. Это разные вещи. Ну, и так, и этим, и этим успешно, в общем-то, получается работать. Ну, как успешно. Это, конечно, оценивают заказчики и критики там. Ну, тем не менее. Но вот такие вещи, какие-то церковные, я стараюсь делать исключительно темпера. Это природа. Это, это все живое. Это, ну, как-то так вот не сравнить. Да меня жена ругает. Говорит, ты что там, акрилом собрался в это рисовать? Я говорю, да нет, я темпера. Да, то есть она принимает участие тоже иногда. А вот есть позиция современного такого иконописца. Ну, мне кажется, все-таки он профессионал в своем деле, искусствовед. Закончил престижный этот Репинская художественная академия имени Репина. Вот. И он лично вот как-то почему-то работает акрилом. Ну, он берет вот пигмент и акриловое связующее. И, говорит, ничему не уступает. Что вы скажете на этот счет? Ну, поскольку он берет природный пигмент, он фактически он природный, он не химический, как правило, он натуральный. Вроде как и действительно он делает то же самое. Но меня смущает, вот в этой технике меня смущает просто само это связующее, этот акриловый лак. Потому что он сам по себе, в общем-то, искусственный. Это пластик, грубо говоря. И пусть он будет, ладно, пластик, но он ведет себя-то не так, как темпера. Он засыхает уже необратимо, безвозвратно. Если темперу можно, даже есть такие еще приемы, там, растирания, да, там, какие-то там, ну, какие-то вот такие подмывки. С акрилом это сложнее. Вот, поэтому все-таки это обратимо. Ты проснулся там, как бы, на следующий день смотришь, тебе не нравится, ты можешь как-то это исправить, а в акриле ты уже должен перекрывать. Ну, вот, на мой взгляд. И поэтому, да может быть, сейчас миллион техник. Так сейчас столько таких вариантов техник. Но время не стоит на месте, безусловно. В Свято-Михаиловском монастыре это иконописная школа, или даже университет, я даже не знаю, как точно она называется. Они все учатся на акриловой технике. Делают замечательные вещи. Там же и Рудаков. Да, Владимир Рудаков, там тоже один из преподавателей. Может быть, это с точки зрения удобства обучения, но тоже не проводя какие-то уроки работы с темперой, я считаю, что это какой-то недоделанный тоже еще процесс. Вот в этом смысле. Ну, не знаю, это веяние времени, эти акрилы и прочее. Может, придумают что-нибудь еще другое. Ну что, сейчас печатают иконы. Тоже красиво получается. Да, кстати, что вы скажете? Зависит от благосостояния прихода и настоятеля какого-то храма. Ну, тут осуждать нельзя и одобрять тоже, на мой взгляд, нельзя. Если как временная мера, ну, может быть. Хотя я предполагал еще лет 20 назад, что, видимо, этим путем придет оформление храмов. Печать. Печать холстов, икон. Ну, сейчас это очень часто и повсеместно. Так что, не знаю. Не мне судить, мне не нравится. Очень странное дело, как бы, получается, один, ну, как, к примеру, Тройца Рублева, там, или Владимирской, вот, можно бесконечно там штамповать. Можно единожды просто кому-то хороший образец сделать, ну, тот же, например, у вас Александр Рудой, и его заполнять, как бы, какие-то храмы. Так и делается, я видел это. Рудовое видео, распечатанные иконостасы. С одной стороны. А с другой стороны, как воодушевить, как стимулировать, мотивировать самих иконописцев, то есть те, кто будет создавать вот эти образы? Я знаете, иконописцев-то не надо стимулировать. Их стимулировать, в общем-то, это его рвением. Мало того, им надо какие-то платить сносные деньги для того, чтобы их труд, там, увлечение, желание писать, было, да. Ну, заказчику не надо. Заказчику лучше копию рыбов. Тогда что делать? Ну, так это надо стимулировать заказчика, а не иконописца. Иконописец всегда готов на этим, мне кажется. Это не стимулирует, это надо просто какое-то внутреннее состояние заказчика, его духовное, его образование, его духовное состояние. Он должен, он сам должен принять решение. А иконописец тут, иконописец это ремесленник. Ну, в какой-то степени, конечно, и творец, но он в основном это ремесленник. И чем лучше он свое ремесло выполняет, тем лучше к нему относится, на мой взгляд. А батюшка это уже духовник. И он решает, какие у него будут иконы, там, пластиковые или темперные. Понимаете? Вот. Так что здесь какое-то, я не знаю, обоюдное должно быть такое стремление. Иконописец вправе подсказать, а батюшка уже принимает решение, там, тот или иной, как это будет воплощаться. Да. Я видел иконы вашего письма, они там с золотом. То есть, есть ли у вас помощники или вы все сами это все увидите? Нет, на определенных этапах мне помогали кто-то, а, как правило, там кто-то пытался что-то подучиться, поучиться. Бывает, кто-то кооперируется, допустим, есть профессиональный позолотчик. У меня несколько раз было такое, я просил, чтобы мне позолотили, ну, облегчить, да, или ускорить процесс. Это удобно. Конечно, когда были раньше ремесленные какие-то такие вот конописные мастерские, возможно, это правильно, это удобно. Но тогда и спрос, видимо, был больше, когда там они на поток делали какие-то иконы, какие-то иконостации, там шли заказы потоками. Сейчас, в основном, я сам делаю. Иногда помогают, да, вот, позолотить, очень удобно, когда тебе либо изготовить доску, заливкосить поверхность. Я с удовольствием это перекладываю на кого-нибудь другого, хотя это все в состоянии делать сам. Вот. В основном, сейчас уже рассчитываю, хорошая, значит, пословица, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ну да, да. Да. Ну, если есть доверенные такие лица, почему нет? Угу. Вы же со своего опыта, наверное, тоже знаете. Да, они в самом доске заказывали. Это вообще, это, это, я один раз как-то занимался, левкасил, это настолько утомительное занятие и нечистое. Нет, это увлекательное занятие. Когда у тебя есть время, когда, ну как сказать, когда это делается с удовольствием. Я с удовольствием это делаю, или в кашу с удовольствием, мне нравится выглаживать эту поверхность. Ну, конечно, когда тебе принесут готовую досочку, яичко такое, значит, ну да, ты уже там рисуешь или какую-то калечку переводишь, ну, это расслабляет. Надо не забывать, что мы мастеровые, мы просто вот ремесленники. Мы не живописцы там, мы не, как сказать, не какие-то ищущие вдохновения художники, которые ждут там прилета музы. Мы ремесленники. И вот у нас просто труд, вот надо вот просто упереться и работать. Я как бы так считаю. Конечно, бывают удачные какие-то решения, вдруг какое-то решение приходит. Олег Гелик кого-то подсмотрел, там просто, да, ты сделал, тоже радуешься. Ну, я не сравниваю себя с художниками, творцами там каких-то живописных картин, сюжетов, портретов. Ну, портретов немножко близко есть к этому портрету, потому что тут не без этого. Ну, это ремеслуха, по большому счету, ремеслуха, который нужно совершенствовать. Просто совершенствовать и всю жизнь, и все равно через год написал, приходишь и видишь все, что все плохо. Ну, не что-то не то, а все плохо. Вот так вот, что уже хочется переделывать. Понимаете, вот какая. А вот, к примеру, Александра Рудова. Да. Вы бы какой бы категории отнесли? К ремесленникам или, может, что-то другое? Ах, да-да, все время забываю. Обязательно жмакай на кнопку подписаться и не забудь о колокольчике. На этом все. До скорых встреч в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok